Для меня большое удовольствие быть здесь, на такой важной встрече в таком красивом городе. Как вы видите, я приехала издалека, из Аргентины. Разрешите мне поблагодарить доктора Сергея Новикова. Для меня большая честь и радость приехать сюда. Я приехала из Кордовы. Это второй отличный город в Аргентине. Я думаю, что, конечно же, мы очень далеко друг от друга. У нас очень разные культуры. У нас, тем не менее, есть много общего. Из Аргентины мы экспортируем вино и мясо. Что касается различных институтов, то в Навалесе наша платформа находится. В 2012 году мы начали свою деятельность. Сегодня мы работаем с четырьмя машинами. Мы используем режим гиперфракционирования, оборудование по радиотерапии. И у нас две тысячи новых пациентов каждый год лечатся. Некие представления о лечении, которое мы предоставляем, используя технологию СБРТ. Мы уже 7 тысяч пациентов с раком простаты вылечили, и пациентов с метастазами, и ольгометастазами. Более 100 пациентов. И пациентов тоже с другими патологиями. И мы ориентируемся на международные протоколы и руководство в своем подходе. Сочисляя хирургические вмешательства, то 606 пациентов – это пациенты с опухолями и остальные с метастазами. О чем я буду сегодня говорить? Я буду говорить об ускоренном облучении, частичном облучении молочной железы. Я буду аббревиатуру это использовать. И буду рассматривать тотальное и частичное облучение молочной железы. Но нужно сказать, что отсутствует исследование, которое показывает, что есть необходимость облучать весь объем для получения необходимого уровня локального контроля для каждого пациента в начальной стадии рака молочной железы. Однако исследования, которые доказали эквивалентность между консервативным лечением и мастектомией, проводились с помощью облучения всей молочной железы. И давайте начнем с этого анализа. Мы видим, что консервативное лечение или терапия рака молочной железы более эффективна, чем сама по своей мастектомии. Таким образом, БКТ должно стать стандартом для большинства пациентов или ранний рак молочной железы БКТ. Здесь мы видим, что проходили внешние исследования с использованием фотонов. И мы видим здесь название различных исследований, периоды контрольного наблюдения, индекс опухоли. Естественно, необходимо выявить риск или пациентов, которых необходимо включить в протокол. Мы знаем, что ERTC – исследование, где проводили сравнение бустерных и небустерных доз. Мы также должны думать о рисках для пациента. У нас есть данные по ипсилатеральных новых первичных опухолях, которые составляют 3,5%. Существуют различные квадранты, различные гистолатические типы или степень опухоли. Мы начинаем видеть, какие пациенты действительно нуждаются в полном облучении груди. А для каких частичное облучение молочной железы показано. Мы знаем, что большинство локальных рецидивов находятся в опухоли. И, соответственно, мы также знаем, что мы отходим от опухоли, от локализации опухоли или ложи опухоли. И есть возможность найти возможность для сокращения опухолевых клеток. И еще одна тема, которая дает нам возможность подумать о более краткосрочном лечении – это расстояние. Расстояние от центра, от радиотерапевтического центра. В настоящий момент мы увеличили, мы сократили консервативное лечение, органы, сохраняющие лечение, операции. Поэтому у нас есть определенные проблемы, которые связаны со стандартным лечением. И также мы учитываем расстояние между местом проживания пациента и центром, где он будет получать лечение. И, естественно, мы сейчас рассматриваем концепцию ускоренного частичного облучения молочной железы. И это, конечно, две абсолютно разных концепции. Здесь, в данном случае, у нас 10 фракций в течение недели, и мы лечим края опухоли, именно края. Сегодня мы видим, что существует консенсус для пациентов, которые лечатся вне таких клинических исследований. Существует серьезная разница, вот здесь я ее указал. Но существуют еще исходные моменты, и мы видим, что существуют пациенты с низким риском. И была попытка найти пациентов с очень низким риском нахождения опухоли клеток за пределами границ, которые я вам показала. Так какова была ситуация до определенного момента? У нас отбор пациентов был, так сказать, субоптимальным. Мы видим пациентов с низким уровнем, сейчас у нас пациенты с низким уровнем рецидивов. А до этого, конечно, выбирали пациентов не так тщательно. У пациентов был более высокий риск нахождения опухоли в клетках за границами. После жесткого отбора пациентов у нас теперь появился, так сказать, очень низкий индекс возникновения рецидивов. Здесь мы говорим о небольшой группе пациентов, но они были очень хорошо отобраны. Если взять пропорции пациентов, которые соответствуют критериям в соответствии с клиническими исследованиями и руководствами по консенсу, то, например, более 60% не подходят по критериям для такого лечения. То есть очень много пациентов не так оптимально включались в исследования, и, соответственно, результаты были не совсем адекватными. Так вот, что мы имеем сейчас для того, чтобы подкрепить клиническую доказательную базу? Существуют различные протоколы. Есть протокол интероперативный, хирургия, радиотерапия, брахитерапия, протокол ИЛИО, ТАРДЖИ и РАПИ. Вот эти протоколы очень важны. Так вот, эти протоколы являются очень важными. Но при этом они разные. Если сравнивать протокол ИЛИОТ и WBI, и тут совершенно разные исследования. Они касаются локорегиональных рецидивов и объемов лечения. Вот это полость только, а это края и лужи опухоли, что означает, что мы должны рассматриваться края и те клетки, которые находятся или могут находиться за границами этого контура, этих границ опухоли. И также в Будапеште было рандомизированное исследование проведено. И вот здесь не было большой разницы, когда сравнивалось облучение всей молочной железы и ускоренное частичное облучение. И вот в заключении был сделан такой анализ, где 2000 пациентов подверглась анализ, где сравнивалось частичное ускоренное облучение молочной железы и полное облучение с отсутствием различных в уровне локальных рецидивов и выживаемости. Два исследования со снижением хронической токсичности было проведено. Здесь мы видим идеальное, что APBI может быть идеальным лечением. Вот здесь перед вами горы, которые находятся в моем родном городе Кордово. Так вот, говоря о внешней радиационной терапии, было проведено много различных анализов. Более 40 лет уже используется APBI. В дозировке показано 38,5 грей, 10 фракций, сравнивали с WBI облучением всей молочной железы. И вот показаны цифры плюс буст. Вот в данном, друзья, который я показываю, там была радиотерапия в объеме 3D, объемная модельность, используясь большие объемы. И после этого был отчет по объему, который получил вот эти режимы облучения. И, соответственно, мы видим связь получения 5, 20, 50, 80% от предписанной дозы, которая повышает и говорит о фиброзе. Если говорить о АМРТ, мы можем увидеть здесь тоже варианты решения. Был очень интересный отчет в 2010 году, в 2014 году. И в этом отчете говорилось о высокой локальной токсичности. Но мы должны анализировать этот труд, проанализировать, потому что там анализировалось эффект АМРТ, плюс глубокое дыхание с задержкой, и также период 2,5 года. Также определение объемов, тут очень важно в данном случае. Они измерили объем, который получил предписанные нагрузки. Мы видим предписанную лучевую нагрузку, планированный объем мишени. И также они исследовали токсичность, которая была достаточно высока для этого протокола. Но если объем ПТВ, планируя объемом мишени, соответствует всей молочной железе, то здесь приемлемая цифра составляет менее 15%, и не приемлемая с более 23%. Очень важная точка отсечки. Мы должны принимать внимание объем, который мы облучаем, мишень, которую мы облучаем. Нам нужно понять, какой объем мы должны подвергнуть нагрузке и облучением. Поэтому определение объема зависит от техники, и облучаемый объем связан с токсичностью. В этом обзоре авторы проанализировали эти данные. Они сделали заключение, что модуляция дозы может быть полезной для того, чтобы снизить токсичность. Мы провели такой же тест, даже доза АМРТ, ПТВ, и затем 3D-радиотерапия более объема груди вне зоны ПТВ, и более высокая доза. Мы увеличиваем в этом случае риск токсичности. Это доза в отношении токсичности, а не контроля локального рецидива. Нам необходимо использовать информацию, которая опубликована в литературе, по облучению всей груди. И они хорошо определены. В этом случае нужно использовать клипсы. Здесь мы видим вариацию, вариабельность. И вариация меньше, если мы используем клипсы. И серома также уменьшается. А здесь объем, СИТВ, внутри. Мы уже продемонстрировали, что необходимо больше, чем 3 клипсы, для того, чтобы четко представить расположение, где находилась опухоль, ложе опухоли. Существуют определенные техники. ЦТ, КТ, до, КТ, после, с клипсами. И затем, для того, чтобы лучше визуализировать ложе опухоли. Мы получаем информацию, для того, чтобы четко определить, где залегала опухоль. Хорошая публикация. Они просмотрели следующий фактор. Та зона, которая находится вне ложе опухоли. Нам необходимо проанализировать всю эту информацию, для того, чтобы определить ложе залегания опухоли. Необходимо получить также информацию патологоанатомического характера, для того, чтобы четко знать, где располагался край резекции. Также нужно использовать данные, которые опубликованы, АСТРО и ЭСТРО, для того, чтобы четко определить волю, извините, объем, дозу и максимальный объем, который нужно непосредственно нам предоставить. Начали в декабре, до июля 2016 года. Мы пролечили 52 пациента. Включение пациентов проходило достаточно медленно. Мы использовали клипсы. И следующие критерии. ПТВ, если меньше, чем 20% объема груди. Разработали протокол. В хирургическом вмешательстве с помощью хирурга устанавливали 4-6 клипсов. С помощью проведения КТ проводили анализ. Это доза, назначенная доза, стандартная доза. Начали терапию на четвертой неделе. Достаточно хорошо промаркировали грудь. И вот определили объем. И ПТ, ПТВ приблизительно 5 мм до ПТВ. 3 мм или 5 мм от ДжТВ. ДжТВ было определено с помощью очаговой нагрузки, локальной нагрузки, буста. Затем АМРТ. И с помощью участия хирургов совместно мы проводили. И вот этот ПТВ не должен касаться кожи. ПТВ больше, чем 20%. Использовали различные множественные поля. И распределение дозы. Каждый шаг мы сверяли с очень четким протоколом, который имеется у нас в институте. А это примеры дозы. Мы также принимали во внимание край резекции, который тоже упоминается в новых публикациях. Это информация. А ПТВ меньше 12%. Распределение доз и наблюдение в течение 17 месяцев без какой-либо токсичности. Вот такой пример. А токсичность была только на степени градирования первой стадии. Это легкая степень. Мы использовали мультисциплинарный подход. Наш протокол исследования включал хирурга, радиолога и патолога-анатома, который проводил патолого-морфологическое исследование. Мы можем сделать следующее заключение на основании нашего опыта. Ускоренное частичное облучение груди, APBI, ограничивается к группе низкого риска, согласно концепсусу АСТРО и ЭСТРО. Необходимо использовать многофункциональную или мультидисциплинарную команду при применении данной методики, что касается, в частности, установки клипсов. Это не очень легко сделать. Я предпочитаю говорить следующее. Мы должны разработать четкий внутренний протокол. Строгий внутренний протокол – это протокол не для каждой пациентки. пациентки должны быть очень четко отобраны. Конечно, данная процедура укорачивает всю схему лечения, и это очень важно для пациентов. Особенно, например, к нам приезжают пациенты за 500 километров для проведения данной терапии. И вызов, который стоит перед нами, необходимо разработать новые ресурсы для того, чтобы оптимизировать ту дозу, которую нам нужно дать пациентке, и необходимо снизить токсичность. Я хочу задать очень короткий вопрос. Даже два вопроса. Первый. Что вы делаете с пациентками, которым проводятся еще пластические операции, онкологические пластические операции? Потому что могут быть определенные проблемы. Если, например, вы используете наружное облучение, наружную лучевую терапию, в частности, я говорю о маркировке поля облучения. Я не упомянул это по соображениям времени, но, конечно, это большая проблема. Мы включаем пациента, который проходит онкопластические хирургические операции. Для того, чтобы... Мы не делаем этого, поскольку объем... Манипуляция во время хирургической манипуляции может привести к некрозу. Поэтому у пациентки последствия может быть два основных момента. Это токсичность во время хирургического вмешательства и затем токсичность уже непосредственно после облучения. Очень небольшое количество пациентов, которых мы, например, вот показали, но очень важно еще знать, отобрать пациентов хорошо. И что касается установки клипсов, нам необходимо отслеживать, как происходит распределение нагрузки в соответствии с положением этих клипс и в отношении края резекции. Мы видим... Мы начинаем работать с этой методикой. Спасибо за презентацию. Мы ждем для протокола облучения края резекции и GMT. Это, например, только 2 миллиметра. 2 сантиметра, извините. В нашем исследовании, в нашем стационаре мы используем большее расстояние. Я думаю, что данные, поэтому, уже опубликованы в литературных источниках. Мы обсуждали этот вопрос достаточно интенсивно. Мы используем информацию, что касается края резекции от патолога-морфологов. И, как я уже говорил, мы работаем в команде от 3 до 5 для ПТВ и ВАЛ. Ну, это важный комментарий. Мы анализируем эти данные, включаем протокол в отношении общей дозы, которую нужно дать, в сопоставлении с краем резекции. Продолжение следует...